Как узнать название шрифта по картинке? Всем привет, дамы и господа, с вами SilentTip и в этом видео я расскажу вам, как узнать название шрифта, имея в наличии всего лишь одну картинку. Сразу предупреждаю, работает это только с латинскими буквами. Уникальные буквы из кириллицы, такие как Б, Г, Д, Ж, З, И, И, Л, П, У, Ф, С, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я не поддерживаются. Полностью поддерживается латинский алфавит и те русские буквы из латинского алфавита, что пишутся идентично, а именно это русские буквы А, В, С, Е, Н, К, М, О, Р, Т, Х. Итак, распознавать я буду название вот этого шрифта. Я понятия не имею, какой шрифт использовался для написания этого текста. Допустим, для работы мне нужно узнать, что это за шрифт. Надпись тут на английском языке. Это сильно упрощает мою работу. Захожу на сайт whatfontis.com, что переводится как «Что это за шрифт». Ссылку на сайт вы также найдете в описании под видео. Вверху нажимаю на серую кнопку «Брауз». Выбираю ту картинку, которую я собираюсь распознавать. В разделе «Опшенс» вы можете проставить галки. Верхняя отвечает за те случаи, когда на картинке фон темнее шрифта. Средняя отвечает за те случаи, когда весь текст находится на одной линии. Ну и нижняя отвечает за сложные рисунки. Мне ни одна из этих галок не нужна, поэтому сразу нажимаю красную кнопку «Find Font». Начнется анализ картинки. После завершения анализа, если все нормально, вы попадете вот на такую страницу. Тут снизу под кусками картинки нужно написать те буквы, которые вы видите на картинке. Вводите только английские буквы. Русские буквы этот сервис не понимает. Непонятные участки вроде этого пропускайте. Если вы распознаете надпись на русском языке, то все равно вводите только английские буквы. Тут я выделил те буквы, которые в латинском алфавите пишутся точно так же, как и в русском. Вводите только эти буквы. Упомянутые ранее уникальные кириллические буквы пропускайте. Время от времени будет появляться вот такое надоедливое окно с требованием зарегистрироваться. Закрывайте его. Вот честное слово, так и хочется сделать больно тому человеку, который такие дурацкие окошки создает. Да, и имейте в виду, что тут еще важно учитывать регистр. Если вы на картинке видите заглавную прописную букву, то и вводите с клавиатуры заглавную прописную. Если видите мелкую строчную, то вводите мелкую строчную. Это влияет на распознавание шрифта. Минимальное число символов, необходимое для распознавания, 6. После того, как буквы я ввел, внизу нажимаю кнопку Continue. В моем случае появился список из 60 шрифтов, которые по мнению сервиса похожи на тот, что на картинке. В приведенном списке есть как платные, так и бесплатные шрифты. На мой взгляд, вот этот шрифт Museo 900 больше всего похож на тот шрифт с картинки. Заглавные буквы H и L так вообще идентичны тем, что в шрифте Museo 900. Зная название шрифта, вы уже сможете скачать его и использовать в своей работе. Согласитесь, это отличное подспорье в работе. На этом у меня все. Надеюсь, мне удалось объяснить вам, как узнать название шрифта по картинке. Если видеоролик был для вас полезен, либо бесполезен, ставьте пальцы вверх или вниз. Если хотите и дальше смотреть мои ролики, то подпишитесь на канал. Сделать это вы можете, нажав вот на эту кнопку под видео. Чтобы YouTube уведомлял вас о выходе новых моих видео, нажмите на вот этот колокол. Он появится сразу после подписки на канал. Когда именно выйдут новые видеоролики, вы можете узнать из специально созданного для этого календаря. Ссылка на календарь у вас на экранах. Ну и если у вас есть желание и возможность, то вы можете поддержать меня рублем. Реквизиты кошельков есть в описании под видео. Справа вы можете видеть список тех, кто уже поддержал меня материально. В данный момент я собираю деньги на покупку 3D принтера, чтобы в будущем записывать для вас обучающие видеоролики по 3D печати. Также милости прошу посетить мои группы ВКонтакте или в Одноклассниках, где я выкладываю все новые видеоролики, различные анонсы и голосования. Ссылки на группы у вас на экране. Также они продублированы в описании под видео. Ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по графическому дизайну, что уже вышли на канале. Например, видео о том, как в программе Inkscape разместить текст по кругу, или видео о том, как автоматически увеличить и улучшить изображение. С вами был Silent Deep, всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok